Добрый вечер! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. День радио – это праздник, который отмечают не только радищики, но и люди, работающие в отрасли электросвязи, информатизации, телевещания, а также почтовики и связисты. То есть все те, кто оперативно информирует о важнейших событиях, происходящих в нашей стране. О любимых и новых традициях Рязанского радиотехнического университета вчера в нашей студии рассказал ректор вуза Виктор Гуров. У нас празднование дня 7 мая, дня радио, дня университета начинается задолго, собственно говоря, до самого календарного дня 7 мая. Но основные праздники, как вы сами понимаете, приходят в преддверии этого дня. Поэтому 6 мая у нас был большой комплекс мероприятий, посвященный и годовщине победы Великой Отечественной войны, и празднованию, и почитанию, так сказать, наших работников, сотрудников университета, участников войны. Поэтому мы сегодня рано утром полдесятого открыли 7 памятных досок, на которых запечатлены фамилии наших сотрудников университета, вернее, тогда еще института, которые были непосредственно участниками Великой Отечественной войны. Таких фамилий около 300, 378 фамилий. Собрались ветераны, ветераны тыла, еще есть у нас и ветераны-участники войны пришли на открытие. И после этого праздник продолжился смотром строевой песни, в котором участвовали курсанты военно-учебного центра и студенты военной кафедры, 8 взводов. Это была и строевая песня, это и было парадное прохождение, небольшой концерт. И у нас традиционно завершаются вот такие вот празднества митингом у памятника Политаева, где мы опять же вспоминаем не только Великую Отечественную войну и победу в целом, но и участников, сотрудников нашего университета. Вот этот год, он юбилейный во всех смыслах. Он год юбилейный во всех смыслах и тем ценнее, что, собственно говоря, вот этот вот огонек не угасает, огонек памяти. Очень приятно, что принимает участие в наших торжествах и подшефная 44-я школа, курсанты наши, ветераны, ветераны тыла, преподаватели, старейшие преподаватели, ну и, собственно говоря, молодежь. А чем запомнится вот этот 7 мая? Для нас это 7 мая будет достаточно необычным. У нас, как вы знаете, несколько лет назад начало интенсивно развиваться образовательное направление, связанное с космическими технологиями. Образована кафедра, научно-образовательный центр и на виду с научно-исследовательским институтом «Фотоном» это создает уже такой достаточно мощный блок. И мы оснастили несколько современных лабораторий, в том числе и лабораторий, которые обеспечивают космическую связь. И поэтому на завтра у нас запланировано два сеанса связи с МКС, Международной космической станцией. К нам приезжает правнук Циолковского, кстати, Назарыча. Он будет этот сеанс связи проводить и одновременно прочитает лекцию о достижениях России, освоении космоса для студентов. Поэтому завтра мы надеемся, что все состоится, хотя мы тренировались, осуществляли пробную связь. Завтра в 11.27 примерно 10-11 минутный сеанс, и потом на следующем витке сеанс повторится. Мы его собираемся транслировать на всю площадь, где собираются наши выпускники. То есть как бы 120-летие со дня открытия радио нашим великим ученым Поповым, я думаю, что мы достойно отметим, и помянув и основателя космических исследований Циолковского, и, так сказать, показав научные достижения университета в этом плане. Как Вы думаете, почему именно День радио набирает такую популярность во всем мире практически? Вот много профессиональных праздников на самом деле, и, казалось бы, любой вуз может найти какой-то день, который будет считать праздником, когда будут собираться люди, когда можно будет придумать, разработать новые традиции. Я думаю, во-первых, это связано со спецификой вуза, ведь если говорить о радио или вообще о телекоммуникационной такой сфере, это то, без чего современную жизнь представить невозможно. Это самые острые науки, новых технологий, и поэтому молодежь, ребята, которые приходят получать образование в этой сфере, они, в общем-то, не разочаровываются, и их дальнейшая трудовая деятельность как бы заставляет гордиться их, что они закончили радиотехнические вузы, поэтому вполне естественное желание, так сказать, сюда приехать именно в День радио. Ведь приезжают из других городов, из регионов приезжают. И даже из-за границы, и не только из ближнего, но и дальнего зарубежья, из Канады, Соединенных Штатов Америки, там, где наши выпускники волей и судеб оказались, приезжают очень интенсивно, собираются несколько тысяч человек. Тут все, конечно, зависит от того, там на выходные дни приходят, на околовоходные дни, чуть больше, чуть меньше, но есть даты, которые как бы обязательно для сбора выпускников – пятилетие, десятилетие, 25-летие, ну, а дальше уже, так сказать, практически каждый год встречаются. Ваша любимая традиция? Вот конкретно ваша? Вообще, если говорить, то моя любимая традиция – это все, что связано с памятью о героях Великой Отечественной войны. Вот то, что предваряет день 7 мая. Я очень люблю военно-спортивный праздник, вот эту вот строевую песню, которую устраивают ребята, которые обучаются на военной кафте, а сейчас еще и на военно-учебном центре. Потому что это вот как раз тот мостик между поколениями, потому что мои родители – участники войны, да, мне уже там за 60. А ребятам, им там 17-20 лет, для них это уже, наверное, прадеды, да, уже не деды, а прадеды. И когда вот собираются, пока еще есть возможность, вот собираются… Сейчас уникальная возможность. Да, уникальная, разновозрастные поколения, люди, которые участвовали, Люди, у которых родители участвовали, да, люди, у которых дедушки с бабушками участвовали, и ребята, у которых, можно сказать, уже никто не участвовал, да. И когда вот это вот единение происходит, потому что сегодня был прекрасный смотр, и прохождение прекрасное, песни такие боевые, задорные, и после этого был небольшой концерт, который сами ребята, не по велению сверху, да, а вот сделали, там всего было несколько номеров, пять, может, шесть номеров, для ветеранов от души, и спели, и сплясали. Вот это вот создает вот настрой праздника, потому что, собственно говоря, сам день 7 мая, ну, день университета, там, несколько торжественных мероприятий, торжественное заседание ученого совета, возложение там, цветов к памятнику Популу. Есть какие-то обязательные моменты, есть те, что отпиши. Да, а вот то, что задает настрой праздника, это вот то, что мы всегда предшествуем ему у нас, поэтому у нас торжества, посвященные вот, как бы, Дню Радио, начинаются в преддверии, и посвященные и Дню Радио, и Дню Победы, потому что... Да, ведь можно загнать, как говорится, на праздник студентов, но когда приходят посторонние люди посмотреть, даже те, которые не учились у вас, это о многом говорит. Совершенно верно, и это очень приятно, это очень приятно, потому что вот это профессиональное единение, или единение на профессиональной основе, а на самом деле оно, единение получается уже на неких общегражданских позициях, это очень дорогого стоит, да, и поэтому, наверное, это вот и притягивает, потому что это повеление в сердце, это нет у нас принуждения, мы не говорим, приходите, собирайтесь, да, они вот идут сами, потому что приятно побыть вот среди своего сообщества, да, молодости, профессионального сообщества, да, вот как-то так это хорошо. Давайте поздравим всех с праздником. Да, совершенно верно, я хотел с этого начать, но не поздно будет. Пользуясь случаем, я хотел бы поздравить всех работников телекоммуникационной сферы, связи с профессиональным праздником, и, конечно, особые слова поздравления нашим выпускникам, Радиотехнического института, Академии университета, нашим действующим студентам, преподавателям Радиотехнического университета, поздравления с профессиональным праздником. И мне хотелось бы отметить, что завтра, 120-летие со дня изобретения радио, радио, которое изобрел наш соотечественник, наш великий ученый Александр Степанович Попов, радио без изобретения, без которого наша сегодняшняя жизнь была бы невозможна. Спасибо вам за встречу. Ну а я, пользуясь случаем, поздравлю всех своих коллег с профессиональным праздником. Это была программа подробностей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова